Минкульт Кыргызстана, как полагают медиа-эксперты, похоже, вошел во вкус. Вслед за выявлением так называемых фейков, ведомство теперь хочет наказывать клеветников и тех, кто оскорбляет других в соцсетях и СМИ. Министерство предлагает ввести штрафы для таких граждан. Если человек оскорбил другого, примерно 85 долларов, если оклеветал, то уже более 100. Для юрлиц суммы побольше, примерно 250 и 310 соответственно. И вот как Минкульт объясняет свою инициативу. Оскорбления и унижения, распространяемые в СМИ и в интернете, могут иметь негативные последствия для общества в целом. Это может привести к усилению конфликтов, ухудшению межличностных отношений и нарушению общественной стабильности. Клевета и ложные обвинения могут нанести ущерб доверию к информации и СМИ. Поэтому включение статьи о клевете помогает поддерживать качество и достоверность общественного дискурса, защищая общественное доверие к информации. При этом полномочиями определять, есть ли в сообщении СМИ, либо в публикации, или комментариях в соцсетях признаки оскорблений или клеветы, Минкульт предлагает наделить именно себя. То есть, как и в случае с законом о защите от недостоверной информации, которую в народе прозвали законом о фейках. По задумке инициаторов, именно чиновники министерства будут решать, штрафовать человека или нет. Медиаюристы говорят, понять логику Минкульта пока не получается. Как все это будет происходить? Как этому будет даваться оценка? И может ли, самое главное, может ли уполномоченный орган в лице Минкультуры восполнить собою целый судебный процесс, именно суд? То, что раньше делал суд, может ли сделать это Минкультуры? И это большой вопрос. Я считаю, что нет. Но послушаем их. Сейчас, если человека оскорбили или оклеветали, то на обидчика можно подать в суд и потребовать моральную компенсацию. А до 2010 года, кстати, за клевету в Кыргызстане даже могли посадить в тюрьму. Такие статьи были в Уголовном кодексе. Но после свержения Курманбека Бакиева их оттуда исключили. А в Гражданский кодекс включили статью о защите чести, достоинства и деловой репутации, которая условно заменила собой норму о клевете. Зачем же Минкульт сейчас хочет вернуть их, пустив кодекс о правонарушениях? Медиаэксперт Нурдин Душенбеков полагает, что на самом деле целью инициативы является не наказание клеветников и матершинников, а неугодные для властей СМИ. Почему клевета, оскорбления, которые в принципе всегда существовали, как явление, наверное, в человеческом обществе, негативное явление, но тем не менее, почему они все время увязываются с средствами массовой информации? Вот это мне непонятно. То есть, так же, как и с законом о фейках, вот, ну извините мне, средства массовой информации, это не фейк, это не тролль, это не там безымянный какой-то комментатор. Как Минкульт будет определять, клевета это или нет, являются ли те или иные слова оскорблениями, неизвестно. Видимо, опять же, как и в случае борьбы с фейками, на свое усмотрение. За несколько лет действия этого закона чиновники не наказали ни одного фейка. В основном под санкции попадали только независимые СМИ. КОНЕЦ